Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Обошлось без ЧАЭС. Залповый ливень не нанес ущерба курорту. Тем не менее, несколько рек вышли из берегов. Из-за непогоды в Сочи закрыты 33 водопада. Планово прекращают работу и другие популярные туристические объекты. Кавказский заповедник перешел на зимний режим. Не справились с управлением. Сегодня в Сочи из-за мокрой дороги произошло сразу несколько ДТП, в том числе со смертельным исходом. Плюс 133 миллиона. Депутаты городского собрания внесли изменения в бюджет. 17 миллионов выделено на бесплатное двухразовое питание школьников-инвалидов. Минувшей ночью в Сочи прошел залповый ливень. Прогнозы синоптиков сбылись. Дождливая погода на курорте сохранялась в течение двух суток. Ударом стихии прошедшую непогоду назвать нельзя. Массовых подтоплений в городе не было. Эвакуировать сочинцев не пришлось. Отчитались сегодня спасатели. И тем не менее, псизоапсе вышла из берегов и подтопило улицу Днепровскую. Вода зашла лишь на придомовую территорию. Жилье при этом не пострадало. Эвакуация жителей не потребовалась. На данный момент пик поводка уже пройден. На сегодняшний день к вечеру мы ожидаем более-менее успокоения стихии. Отключений по коммунальной сфере больших не было. Были незначительные. Есть и подключения по воде, по газу. Но сейчас проводится ремонтная работа и все держится на контроле. Реально за ночь реки поднимались. Это псизоапсе, коапсе, аше, догомыс реки достигали опасных отметок. Но затоплений домов как таковых не было. Значит, есть информация о том, что вода подступала к третьей поликлинике, третьей больнице. В Хосте сейчас принимаются меры для того, чтобы в цокольный этаж вода не попадала, пока ее там нет. Готовятся мешки с песком. Мы обращаем внимание тех жителей, которые находятся поблизости, проживают возле рек, чтобы при возникновении опасности выходили на возвышенность, с низменных участков. Были всегда бдительны. Силы средства муниципального образования в готовности находятся. Это у нас около тысячи человек, 977 спасателей. По поручению главы города Анатолия Пахомова, все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Оперативные службы Кубани перешли в режим круглосуточного дежурства. Такую команду дал губернатор Краснодарского края из-за непогоды, которая накрыла регион. Вениамин Кондратьев по видеосвязи провел совещание с главами пострадавших районов. Из-за сильных осадков подтопленными оказались населенные пункты в Туапсинском, Северском, Абширонском районах. Также пострадали горячие ключи и геленджик. Везде уже приступили к ликвидации последствий разгула стихии. В селе Шабановское, в поселке Тхамаха Северского района устранены перебои с электроснабжением. А у подтопленного автомобильного моста в станице Ставропольское круглосуточно дежурят экстренные службы. В муниципалитетах созданы оперативные штабы, идет контроль за уровнем воды в реках. Местных жителей о непогоде предупредили заранее, что позволило избежать серьезного ущерба имущества. Всю информацию о ситуации в крае в течение дня докладывали напрямую главе региона. Поддержка малого бизнеса и сохранение на селе офисов обслуживания. Губернатор Краснодарского края сегодня обсудил планы по сотрудничеству с председателем Юго-Западного управления Сбербанка. Вениамин Кондратьев и Евгений Титов говорили в том числе о стратегии развития Кубани до 2030 года. Согласно проекту, к этому времени валовый региональный продукт должен увеличиться в два раза. А рывок в экономике невозможен, считает Вениамин Кондратьев, без поддержки малого и среднего бизнеса. Новые экономические реалии, они заставляют нас искать новые экономические инструменты достижения целей. И вот здесь сотрудничество с Сбербанком, я считаю, нам может быть очень полезно, потому что совместные проекты Сбербанка и фонда микрофинансирования, гарантийного фонда по кредитованию малого и среднего бизнеса могут сегодня очень хорошо быть реализованы и ощутимы для малого и среднего бизнеса. Главное найти эти сегодня точки взаимного интереса, чтобы малый и средний бизнес ощущал в том числе реальную поддержку. И, Василий Татьянович, нам необходимо создать, может, совместную рабочую группу, для того, чтобы мы синхронизировались с Сбербанком, в том числе и по совместному финансированию, может быть, малого и среднего бизнеса, иных каких-то крупных проектов, и социально значимых для края, и экономически значимых для края. На встрече обсудили и ситуацию с закрытием офисов обслуживания Сбербанка в сельской местности. По словам губернатора, клиентские отделения в небольших станицах и хуторах несут социальную нагрузку. При их отсутствии люди практически становятся отрезанными от финансовых операций. Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года одобрена в первом чтении. Сегодня этот проект народные избранники обсуждали на 15-й сессии ЗСК. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, в ближайшие 10 лет рост экономики должен увеличиваться каждый год на 4%. Кубанские парламентарии приняли в первом чтении еще один важный финансовый документ – бюджет края. Основная часть денег, как и прежде, будет направлена на социальную сферу. На это выделят почти 70% средств из краевой казны. С подробностями наши коллеги из Краснодара. Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года – документ, который уже сегодня расставляет приоритеты для будущего рывка. В программе никакой абстракции, только конкретные цифры и конкретные предложения. Так, эксперты пришли к мнению, что через 12 лет объемы промышленного производства в регионе увеличатся в два раза. А консолидированный бюджет края превысит 600 миллиардов рублей. И это лишь малая часть тех показателей, которым должна прийти Кубань. Сегодня проект стратегии в первом чтении одобрили депутаты законодательного собрания края. На рассмотрение в парламент документ внес губернатор Вениамин Кондратьев. Мы должны любые изменения в бюджет делать, исходя из стратегии, а не шарахаться из стороны в сторону. А дальше мы вместе с вами будем вырабатывать тактику. Стратегия развивает регион на 7 экономических зон, то есть и на самые приоритеты. И нет смысла заниматься, грубо говоря, сельским хозяйством в Армавире, если там нет условий для него. Тогда эта зона промышленная, и мы максимально господдержку направляем как промышленной зоне. Мне, коллеги, безусловно, не то, что амбициозные стоят задачи, а необходимые для того, чтобы Кубань сохранила свой экономический рост и благополучие, повышение уровня жизни человека, жителя нашего края, его здоровья, качество лечения, рождаемость, качество образования, оказание каких-либо услуг. Коллеги, все это правильно. Но за всем этим стоят деньги. Экономика стоит. Экономика. Мы должны не снижать темпы экономического роста, а их наращивать. Стратегия – это экономическая конституция нашего края, нашего региона. И будем жить по этой экономической конституции. А по-другому невозможно консолидироваться, объединиться и двигаться вперед. Стратегия развития региона учитывает выполнение майского указа президента России. Чтобы сделать это в полном объеме, разработан 41 региональный проект. Основная задача поставлена просто – улучшить качество жизни людей. Для этого, конечно, придется сделать серьезный рывок в экономике. Согласно плану, она ежегодно должна показывать рост не менее 4%. Еще одна амбициозная задача – увеличить к 2030 году воловой региональный продукт в два раза. Вы понимаете, что это позволяет власти серьезно вкладываться в развитие качества жизни наших земляков. Это основная цель и задача любого бюджета, на наш взгляд. Любых стратегических, индикативных планов развития. Это все должно быть нацелено на улучшение качества жизни наших земляков. Именно опираясь на стратегию развития Кубани, депутаты-чиновники теперь будут формировать и будущий бюджет региона. Краевая казна останется социально ориентированной, заверил губернатор края. Главный финансовый документ на ближайшие три года парламентария одобрили в первом чтении. Голосование, может кто-то не обратил внимания, оно особенное. И впервые мы, наблюдая за итогом голосования по бюджету, не увидели ни одной позиции против. На мой взгляд, это показатель достаточно качественной подготовки этого документа. В следующем году доходная часть бюджета Кубани должна увеличиться и превысить 272 миллиарда рублей. Для сравнения, только три года назад краевая копилка была меньше примерно в полтора раза. Так, на социальную сферу в будущем году направят почти 70% средств из региональной казны. Более 50 миллиардов рублей пойдут на развитие образования. Уже скоро откроется 8 новых школ и 7 детских садов. Однако останавливаться на этом никто не собирается, заявил Вениамин Кондратьев. В планах масштабные проекты, которые помогут поддержать талантливую молодежь. Уже приступили к проектированию. 12 гектаров для современной школы. 12 гектаров, еще подчеркиваю, школа-интернат. Для талантливых мальчишек и девчонок, которые живут у нас в сельской местности. В основном, а может быть, в наших даже городах. Но финансовое состояние родителей не позволяет талантливым мальчишкам и девчонкам пробиться в науку. Это будет селекционная школа, по большому счету, для будущего нашего региона. То есть только на конкурсной основе, со всех районов края, мы будем отбирать туда талантливую молодежь. И там, в интернате, они будут проживать и в этой школе учиться. И вот здесь мы не тратим деньги. Мы их инвестируем. Инвестируем в будущее. По-настоящему инвестируем. Мы такую школу построим. Обязательно построим, коллеги. Серьезные средства заложены на развитие системы здравоохранения в Краснодарском крае. В следующем году на эти цели в бюджете предусмотрены 48 миллиардов рублей. Деньги направят на создание офисов, врачей общей практики, ремонт поликлиник и замену медицинского оборудования. Кроме этого, начнется строительство двух масштабных объектов. В Краснодаре появится новый корпус детской краевой больницы. Расширение ждет и Краевую клиническую больницу имени Очиповского. Региональные власти уже готовят проект целого медицинского кластера, который расположится в Кубанской столице. Серьезная поддержка ждет еще одну не менее важную отрасль. Объем финансирования агропромышленного комплекса региона составит не менее 7,5 миллиардов рублей. Особое внимание уделено садоводству, овощеводству. Это действительно две такие прорывные отрасли. И финансирование также заложено туда в объеме большем даже, чем в бюджете 2018 года. Но чтобы развивать сельское хозяйство и другие виды промышленности, необходимо подготовленная для этого инфраструктура. Вениамин Кондратьев предложил создать инвестиционный фонд. Он будет работать на основе государственно-частного партнерства и смог бы аккумулировать средства, необходимые для прокладки инженерных сетей к производственным площадям. Этот вопрос особенно остро стоит при реализации инвестпроектов в муниципалитетах. Мы в этом году создали фонд поддержки промышленности. 500 миллионов рублей. Это очень правильное дело, потому что нам сегодня нужны и важны все отрасли экономики, даже те, которые мы забыли. И вот в следующем году мы в этот фонд добавляем еще 500 миллионов рублей. Это миллиард. Миллиард рублей – это фонд развития промышленности нашего региона. А с учетом федерального фонда 30 на 70 – это как минимум 3 миллиарда у нас есть, дай бог, чтобы федеральный фонд не подкачал, для того, чтобы мы раскачегали собственную промышленность. Но дело в том, что мой сплетник это в жизни к своим промышленным площадкам не подведет инфраструктуру. Вот предложение коллеги здесь на ваше усмотрение в следующем году мы повнесем создать в структуре бюджета инвестиционный фонд. Мы туда будем откладывать деньги на государство-частные партнерства. Тогда у нас будет возможность брать у инвестора деньги из этого фонда, инфраструктуру к этим промышленным зонам подводить, а не перекладывать их бременем на муниципалитеты. Средства из краевого бюджета выделят и на повышение зарплат бюджетникам. Но со следующего года они увеличатся на 5%. На 4% проиндексируют все социальные выплаты и стипендии. На эти цели направят более 4 миллиардов рублей. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар. Ну а депутаты городского собрания Сочи сегодня проголосовали за изменение земельного налога. А также внесли изменения в бюджет города и утвердили расходную статью на бесплатное питание детям с ограниченными возможностями здоровья. Подробности далее. Перед тем, как вопрос об установлении земельного налога в Сочи был внесен в основную повестку, его тщательно изучили в профильных комитетах и на заседании согласительной комиссии. Сохранены все льготы по земельному налогу тем, кто пользовался ими ранее, в том числе людям предпенсионного возраста. А те граждане, которые ведут бизнес на своей частной территории, должны платить по другой ставке. Коэффициент 0,2 утвержден для земельных участков под индивидуальным жилищным строительством, которое используется в нескольких направлениях. Если там есть магазинчик на нем, если есть там эта гостиница, то теперь в заявительной порядке в налоговую инспекцию заявляют собственники этого земельного участка, им применяется коэффициент 0,2. Если бы мы это не приняли, то тогда на тех земельных участках, на которых находятся коммерческие объекты, но не гостиницы, коэффициент был бы 0,85, а там, где гостиницы, 1,2. Естественно, он должен быть выше, чем налог на землю с физического лица. Теперь не нужно менять целевое назначение земли. Депутаты проголосовали за новый коэффициент для земельных участков ИЖС, который используется под коммерческие цели. Настораживает депутатов городского собрания Сочи другая проблема. Например, в этом году 450 сочинских предприятий малого и среднего бизнеса прекратили свою деятельность. Также сегодня народные избранники внесли изменения в бюджет города, чтобы увеличить и доходную, и расходную часть. А это чуть больше 133 миллионов рублей. Все полученные субсидии пойдут на решение социальных проблем. В первую очередь на отрасль здравоохранения и на переселение сочинцев из ветхого аварийного жилья. И сегодня депутаты городского собрания Сочи приняли важное решение о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей в Сочи 673. На это потребуется в текущем году 17 миллионов рублей. Они в бюджете есть. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 30 ноября в Сочи переменная облачность, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем 14-16 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии лечения под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Стильные аксессуары в салоне-магазине Куранты, брендовые часы Швейцария, Япония, Россия. Изящные женские, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Сервис. Опыт. Технологии. Но самое главное – мастерство. Часовой салон-магазин Куранты. Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, второй этаж. 8-918-3243. Ну и сегодня же в Сочи состоялось очередное совещание по проблемам дольщиков и обманутых покупателей жилья. Провел заседание глава города Анатолий Пахомов. На совещание власти Сочи и прокуратура пригласили представителей застройщиков, участников долевого строительства, представителей ресурсоснабжающих компаний. В повестке дня сразу несколько вопросов, касающихся проблемных многоэтажек и жилых комплексов, в их числе же как курортные. Разрешение на строительство, выданное 4 года назад на возведение 53-этажных домов, уже утратило силу. Дома, этажность ряда которых превышена, так и не достроены. Доводить дело до конца будет новый инвестор – компания «Альпика». Сейчас задача предприятия – провести геологические изыскания и скорректировать проект и разрешение на строительство. Учитывая то, что участок ползневой, нужно сделать геологическую обследование. Это займет для оборудования. К нему нам нужно привязать этот проект. Все вот это. Где-то сегодня подписано уже соглашение. Мы не имеем права туда заходить. 1 февраля мы выходим на разрешение на строительство. Я правильно понимаю? Да. Это вы заверяете, так? Мы готовы были и дали согласие на то, что он корректирует и как считает нужным, так и делает проект. Убирая из-под линии высоковольтных то, что настроили, там еще больше сносить приходится. А мы де-факто его утверждаем. Но в рамках законодательства, которое действует на сегодняшний день. Добавлю, что в ЖК «Курортный» сегодня 434 дольщика. Также в ходе совещания обсудили положение дел еще в ряде проблемных многоквартирных домов. Это компания «Ида», «Наш дом Сочи» и «Салют Инвест». Каждому из объектов власти города помогают найти взаимопонимание с ресурсоснабжающими организациями и как можно быстрее заключать договоры на получение тех условий. И к другим новостям. Сегодня в городе произошло сразу несколько ДТП. Одно из них со смертельным исходом. В Лазаревке в районе поселка Ачмитакваджи водитель ВАЗа съехал с проезжей части дороги, что повлекло за собой опрокидывание транспортного средства. В результате водитель и пассажирка скончались на месте. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются. И тем не менее, госавтоинспекция города Сочи напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима. Еще одна авария сегодня утром произошла с участием четырех автомобилей на трассе Адлер-Сочи в районе Красного штурма. На дороге столкнулись два легковых автомобиля и мини-вэн. Одна из машин врезалась в рейсовый автобус. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, пожарные и полиция. Прибыли автомобили скорой помощи. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. По словам очевидцев, столкновение произошло из-за заноса на мокрой дороге. В сторону Сочи утром образовалась довольно большая пробка. Но сегодня же утром в Адлерском районе ДТП произошло по дороге в село Ахштырь. Ладу занесло, автомобиль врезался в бетонное ограждение и скатился в кювет. Причина все та же – не справился с управлением на мокрой дороге. По словам очевидцев, пострадали водитель и пассажир. Их доставили в больницу. Ну и продолжаем выпуск. В Сочи пройдет более 100 мероприятий для инвалидов. 1 декабря на курорте стартует декада для людей с особыми потребностями. Она пройдет во всех районных домах культуры, в селах и в центральной части города. В ходе мероприятий будут представлены достижения людей с инвалидностью. Отмечу, что в Сочи их проживает более 36 тысяч. И среди них есть настоящие герои. Их будут честовать 4 декабря на торжественном приеме главы города. Среди тех, кого отметят – сочинские художницы Светлана Прокопенко и Маргарита Кульян, которая стала лауреатом премии губернатора Краснодарского края в номинации «Творческие люди с инвалидностью». В рамках торжественного приема развернутся авторские выставки сочинских художниц с инвалидностью. Приглашены все инвалидные сообщества, лидеры этих сообществ. Это и люди с инвалидностью по слуху, по зрению, инвалиды-колясочники, родители, которые воспитывают детей с инвалидностью. Мы проводим не только торжественные мероприятия. У нас пройдет очень серьезный круглый стол по ранней помощи, раннему выявлению проблем у детей с ментальной инвалидностью. Это вещи, которые нам важно диагностировать на раннем этапе развития ребенка. Главными спикерами будут, конечно, представители органов здравоохранения. Также мы приглашаем к диалогу органы образования, спорта, культуры. Тема дополнительной социальной интеграции для таких детей. И я хочу сказать, что в Сочи уникален тем, что у нас очень активное сообщество родительское. Это и Владимир Рябцев, который неоднократно выигрывал краевые гранты, и он делает фильмы о таких детях, о том, как с ними правильно нужно обращаться в учебном поле, в социальном поле. Это Виктор Шубин с неигрушечным театром, и тоже это обладатели гранта президента. Надежда Назарова, которая ведет личный блог в Фейсбуке о своем сыне с аутизмом, который учится в обыкновенной школе. Надежда возглавляет движение, такое создание тьютерского движения в городе, и в этом году она тоже выиграла президентский грант «Мы ей гордимся». Ольга Москатова с центром «Особое детство» на Макаренко. Это муниципальный центр, куда безвозмездно могут приходить все семьи с какими-то своими проблемами с детьми, с инвалидностью. Неважно, есть поставлен диагноз. Не поставлен, потому что это выбор родителя очень часто. Не все хотят очень быстро на раннем этапе ставить диагнозы. Это Наталья Шиллингер со своей службой «Мы вместе». Нам очень важно, что с нами в диалоге родители, которые каждый день сталкиваются с проблемами в тех или иных наших структурах, дают обратную связь. Это позволяет сделать наш диалог эффективным и наши действия правильными. Для нас декада инвалидов – это скорее не череда таких праздничных мероприятий, а диалог с этим сообществом по поводу их проблем, по поводу решения этих проблем. И нам важно всегда рассказать о том, какие достижения есть у этих людей. Мы, конечно, будем их честовать. И гордимся, что, на мой взгляд, это люди с безграничными возможностями, как многие говорят. У людей с инвалидностью немало и спортивных побед. В Сочи есть специальный центр, который ежегодно проводит десятки мероприятий по 16 направлениям адаптивного спорта. В основном призовые места сочинские спортсмены занимают в таких видах, как плавание, дартс и настольный теннис. В этом году на курорте прошло уже более 30 городских мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняло участие свыше 500 человек. В декабре запланировано еще порядка 15 мероприятий. Основная часть из них приурочена ко Дню инвалида и Новому году. А в следующем году в Сочи пройдут еще полсотни турниров и фестивалей творчества для особенных горожан. В Кавказском биосферном заповеднике на зиму закрываются некоторые маршруты. Больше не будут доступны популярные эколого-туристические маршруты через приют «Водопадный» к Черному морю, через приют «Фишт» к Черному морю и частично вокруг горы «Фишт». К слову, в этом году там побывало более 47 тысяч человек. В целом, как только установится стабильный снежный покров и хорошая погода, в Кавказском заповеднике откроются зимние маршруты. Сотрудники заповедника готовят программу для тех, кто любит путешествия в горах зимой. Это скитур на Бзерпинский карниз, Аишха и Энгельмановы поляны, походы на снегоходах на Плато-Лаганаки. Сочинские школьники сконструируют роботов для помощи космонавтам. 6 и 7 декабря в Краснодаре пройдет окружной робототехнический фестиваль «Профест-Юг». В нем примут участие более 10 команд Сочинской станции юных техников. Самым маленьким участникам 5 лет, старшим 15. Команды будут соревноваться в создании роботов по пяти направлениям. Все роботы смогут двигаться по специальным площадкам фестиваля и выполнять различные действия. Юные участники в этом году будут работать над проблемами улучшения жизни космонавтов, так как тема сезона 2019 – на орбите. Дети сконструируют роботов, которые помогут сохранить чистоту космического пространства, облегчить жизнь космонавтов, долгое время находящихся в невесомости. Команды, занявшие на фестивале призовые места, традиционно выступят на всероссийских соревнованиях по робототехнике. Третий год в рамках направления робокарусель школьники смогут принять участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по физике. Победителям и призерам Олимпиады предоставляются льготы при поступлении в ВУЗы. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск